Всем приветики, я хотел бы вам показать, чем на самом деле является кошелек в Телеграме и почему не стоит им пользоваться. На самом деле это просто аккаунт, который дает вам доступ к кошелькам, но полный доступ к этим кошелькам есть у него, а не у вас, потому что для того, чтобы получить полный доступ к кошельку, вам дается ситфраза. И когда вы здесь регистрируетесь, вам тоже дается ситфраза, но она не от этих всех вот монет, а от Тонспейса. И в Тонспейсе как раз таки у вас ничего не хранится. Когда вы получаете какие-то монеты, они приходят именно вот сюда, но не попадают в Тонспейс. Чтобы перевести их в Тонспейс, вам нужно их отдельно туда отправить, отсюда туда, заплатив комиссию. А комиссия в кошельке Телеграма просто огромная. И поэтому никто туда не переводит, и, соответственно, они все хранятся в аккаунте на тех кошельках, к которым у вас нет ситфразы и, соответственно, нету полного доступа. От Тонспейса ситфразы вы можете использовать даже в Тонгипере. То есть если вас здесь заблокируют, вы по той ситфразе можете через Тонгипер все равно зайти в кошелек. А к этому у вас даже нет доступа. И разница в том, что вот вы, вот вы, вы как бы человечек такой. Вот вы. Вот кошелек Телеграма, а вот активы, которым он дает вам доступ. И получается, он просто является посредником между вами и я какими-то активами. И в любой момент этот посредник, эта дверь, которая открыта к активам, может закрыться. И в таком случае вы просто уже не будете иметь доступа к вашим активам и, соответственно, потеряете их. И тогда у вас наступит грусть. Потому что вы поймете, что вас обманули. Поэтому лучше использовать Тонгипер. Здесь нет никаких посредников. Это инструмент, который дает вам прямой доступ к блокчейну. Здесь, в данный момент, в Тонгипере есть только вот вы и напрямую активы, без каких-то посредников. Поэтому Тонгипер лучше. А почему плохо в кошельке Телеграма? Потому что, во-первых, здесь огромные комиссии. Во-вторых, вас могут заблокировать просто так. Вот получается, я проходил верификацию и меня заблокировали. И как у них сказано, что верификация проходится всего один раз. И это полный бред. Потому что на любой бирже ты можешь проходить верификацию столько, сколько потребуется. Я на бирже ОКХ уже раз 30 проходил верификацию. Мне ее отклоняли, но меня не заблокировали. А здесь всего один раз. Ты проходил, им что-то не понравилось, и тебя заблокировали. А причину даже не указывают. Просто говорят, что согласно пользовательскому соглашению. Но в соглашении много пунктов. Там даже есть такой пункт, что если вы живете в стране, на которой наложены санкции, вас заблокируют. То есть получается, у вас все хорошо, но с документами и все такое. Но вот из-за санкции вас заблокировали. И при этом блокировка происходит навсегда. То есть вы можете пройти верификацию только один раз. И если вы ее не прошли, вас блокируют. Кошелек ограничивается. И разблокировать уже нет возможности. При этом документы, которые вы им отправляете, они сохраняют на 7 лет. То есть получается, они получают ваши паспортные данные и блокируют вас. Просто получается, заскамили вас на паспорт. Ну я не паспорт отправлял, а водительская. Но кто-то же будет и на паспорт регистрироваться. И все. Получается, тот, кто смотрит, вот ему не понравится ваше лицо. Он раз, заблокировал. Короче, это жесть. И после того, как вас заблокировали, вам даже, с вами даже поддержка перестает общаться. Потому что в кошельке Телеграма у меня есть два аккаунта, что, кстати, здесь запрещено. И это тоже бред, потому что в любых других кошельках, биржах можно иметь несколько кошельков. А здесь нет, здесь только один. И если они об этом узнают, то сразу заблокируют два аккаунта. И этот, и тот. Но они не могут это узнать, потому что, ну как бы, разные номера. И здесь, и там. Ну, потому что ты, ну, на номер как бы подтверждаешь. И, соответственно, они не могут связать твои два кошелька через номер. Но если как-то смогут, то заблокируют. И вот на том кошельке, который у меня не заблокирован, когда я обращаюсь в техподдержку, то вот в ответе они пишут, что наши специалисты заняты, там, все такое, но они с вами свяжутся, оставьте там свое сообщение. А здесь они пишут, Если вам нужна помощь, читайте базу, читайте статьи. То есть про специалистов даже речи не идет. С вами, с заблокированным, никто даже общаться не будет. Это тоже бред, потому что... Ну, а вдруг, ну, типа, какая-то ошибка случилась, мало ли, там, система глюкнула. Бывает же такое, что... В любой системе случаются ошибки. Вот заблокировали вас по ошибке, а с вами даже все, общаться не будет, потому что, ну, они считают, если вы заблокированы, то все. Не о чем с вами говорить. Это тоже бред полный. Вот. Но у меня, хоть верификацию, ну, хоть меня как бы и ограничили аккаунт, мне оставили единственную функцию доступной. Это вывод средств. Вот. И при, ну, отклонении верификации тебе все блокируется, кроме вывода средств. То есть они дают тебе возможность забрать твои средства, но при этом комиссия огромная. Мне вот пришли... Где тут история сейчас? Пришли 687 хамстеров, и я, ну, как бы, отправлял их на биржу после того, как они меня заблокировали. Получается, вообще, как все произошло? Мне пришли хамстеры, а здесь было написано, что можно получить плюс 300% бонусами, но для этого надо подтвердить свою личность. Я начал подтверждать, и меня заблокировали. А за что, непонятно. Я тогда решил вывести, а при выводе у меня сняли комиссию аж целых 300 хамстеров. Не знаю, сколько это сейчас в 300 хамстерах, но на тот момент это было почти 3 доллара. То есть они целых 3 доллара взяли просто за перевод. Это просто дичайшая комиссия. В том же Тонкипере комиссия намного дешевле, чем здесь. Вот. Поэтому здесь огромная комиссия. И сейчас покажу вывод. Получается, вот он вывод. Мне отправили 387 на биржу, а комиссию забрали 300. Вот. И это просто жесть. И при этом я еще много слышал от людей в интернете, что у них кошельки блокируют. То есть ты заходишь, а у тебя, ну у меня надпись верификация отклонена, а у них кошелек отключен. И тогда у тебя уже даже вывод не работает. Это тоже жесть. То есть ты заходишь, а у тебя кошелек заблокирован. А почему? Тоже по пользовательскому соглашению. А какая именно причина? Ну иди читай там, какая-нибудь из них подойдет. Типа, а какая именно? Ну догадайся называется. Короче, это бред. Вот. Поэтому кошельком лично я понял, что этим кошельком вообще небезопасно пользоваться. И вас могут просто в любой момент заблокировать. Так что лучше вообще использовать какие-нибудь биржи. Потому что, ну как бы, на бирже там особо нет большой комиссии при продаже или покупке монет. Плюс можно сдавать их там в кредит, ну как раз таки под проценты, но не под 300, а там под 2, под 1, 2, 3. Ну можно. И при этом, как бы, шанс на то, что тебя заблокируют, там намного меньше. Биржа тоже получается как посредник, но там намного лучше условия, чем в кошельке. А кошелек лучше использовать Тонкипер. И в том случае, если вы просто хотите охранить большую сумму, потому что, ну биржа тоже может так-то вас заблокировать. А на кошельке, по идее, вас никто не заблокирует. И поддержка здесь есть, и она тоже, если что, помогает. Вот. Так что, и причем она находится в Телеграме, поддержка, и она не видит, ну, что у вас там с кошельком. И в принципе, всегда вам отвечает. А в кошельке Телеграма они прямо видят, что с вашим кошельком. А если вы заблокированы, все, они с вами даже не общаются. Поэтому это жесть. И это просто бред. На самом деле. И еще, я вот как бы, когда видел такие надписи в интернете, что люди писали, ну, зашли в кошелек, кошелек заблокирован, я думал, что, возможно, они что-то нарушили, там все такое. Ну, например, два аккаунта у них, там. Но теперь я понимаю, что они могли ничего не нарушать. Вот как я. Вот что я нарушил? Я просто предоставил им свои документы, и они меня просто забанили. Без объяснения причин. Ну, то есть, по сути, ну, реально могут ни за что заблокировать. Поэтому кошелек, это, пожалуй, реально самое ненадежное место, где вы можете хранить свои деньги. Ну, телеграмовский, я имею в виду. Именно телеграмовский. Поэтому лучше пользуется чем-то другим, нежели телеграмом. Потому что даже вот та же комиссия, целых три доллара. Мне еще, кстати, должны прийти, там же хамстеры раздают частями, то есть часть они раздали, а часть отдадут потом. А я уже не смогу их получить, потому что вот, я нажимаю пополнить, а мне говорится, что нет, пополнять нельзя, вы заблокированы. Получается, а там же уже сохранен мой кошелек в хамстерах, и его нельзя изменить. И они меня потом будут отправлять сюда оставшиеся монетки, а они не придут, потому что я заблокирован. Короче, жесть. Вообще не рекомендую этот кошелек. Что угодно используйте, только или не кошелек в телеграме. Вот. Еще я слышал, что биржа BitGet тоже такая скамная биржа, поэтому ее кошелек и ее саму тоже, наверное, лучше не использовать. Вот. А все остальное, по идее, должно быть норм. Так что такой вот мой печальный опыт пользования кошелька в телеграме. Со второго своего аккаунта надо тоже вывести там те надкоины, которые у меня там лежат, и забыть про этот кошелек, потому что это худшее место где вы можете хранить деньги. Да, это удобно, здесь интуитивно понятно, это все в телеграме находится, не надо никаких дополнительных приложений, но здесь вы рискуете потерять свои деньги. Вот. Поэтому, если вы не хотите потом нервничать, переживать за свои деньги и все такое, лучше использовать что-то другое. Ну, а на этом все. Всем покедова. субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok